На ежемесячной городской планерке побывала наша съемочная группа. Подробности в репортаже Ларисы Паниной. На городской планерке были вручены награды победителям смотра конкурса на лучшее оснащение кабинета основы безопасности жизнедеятельности в общеобразовательных учреждениях города и смотра конкурса на лучшую учебно-материальную базу гражданской обороны среди организаций города. Среди предприятий лучшим признана компания «Тетропак». На втором месте «Ловня Транс». Третье место поделили «Ловнинская теплосеть» и «Ловнинская электросеть». Лучшим школьным кабинетом признан кабинет ОБЖ школы номер 9. Кубок и почетная грамота были вручены директору школы Владимиру Самохину. Второе место в конкурсе завоевал кабинет ОБЖ школы номер 2. Третьего места удостоен кабинет школы номер 10. Далее на городской планерке были подведены итоги ноября. Месяц выдался сложным. Особенно это почувствовали коммунальные службы, которые боролись сначала с последствиями ледяного дождя, затем снегопадом и гололедом. Ледяной дождь уронил 9 бетонных опор. Спилено и убрано было около 960 кубических метров древесины. Продолжаются работы по уборке и вывозу опасных деревьев, которые могут упасть в любой момент. Работа продлится в течение месяца как минимум, ибо вывести все сразу не представляется возможным. Деревьев только по электросети 240 кубов убрано. Кроме того, работали муниципальные предприятия, работали все управляющие компании, МКУ в том числе. Это еще дополнительно 214 деревьев убрано и вывезено в порядке тысячи кубометров веток. В том числе у нас МКУ только 560 кубов убрало. Это так для такой небольшой вправочки. Большой ущерб был причинен линиям электропередач, но электросеть справилась с восстановлением электропитания без привлечения сил извне. Уличное освещение пострадало в большей степени. Работы по его восстановлению продолжаются бригадами компании «Энергосервис-Л». Из 86 городских подстанций из строя была выведена треть. Активно работают дорожные службы. На период неблагоприятных последствий, связанные с ледяным дождем, у нас тоже все дорожные службы здесь отработали нормально. Использовались, конечно, и песко-солевые смеси, и проводилась круглосуточная уборка дорог, поэтому какого-то коллапса в городе данная ситуация по части дорожного хозяйства не вызвала. В ноябре на снегосвалку с муниципальных дорог города было выведено где-то порядка 800 кубов снега и с региональных дорог в объеме 3000 кубов. Кроме того, во всех подразделениях жилищно-коммунального и дорожного хозяйства велись плановые работы. Для решения проблемы переезда 28-го километра тоже состоялось у нас в этом месяце комиссионное выездное совещание администрации города с представителями структур РЖД, ГИБДД и ГБУ Московской области Мосавтодор. Для локального решения проблемы принято решение ремонта данного переезда, ну и также для доклада губернатору Московской области обозначены рекомендации по строительству северного входа в нашем городе. Заместитель главы администрации города Екатерина Сорокина рассказала об основных цифрах проекта городского бюджета, текст которого был опубликован в газете «Лобня». В первом чтении проект был принят Советом депутатов, прошел публичное слушание, основные параметры активно обсуждались с депутатами на комиссиях. Доходы бюджета прогнозируются на уровне 2014 года. Доходы бюджета на 2017 год у нас прогнозируются в сумме 2 млрд 442 млн 633 тыс. рублей. Безвозмездные поступления из бюджета Московской области в 2017 году запланированы в сумме 1 млрд 209 млн 800 тыс. рублей. Бюджет города у нас сформирован с предельным дефицитом 10% в шестолечии более 123 млн. рублей. Доходную часть бюджета по-прежнему формирует налог на доход с физических лиц. Это 50,7%. Причем доля аэрофлота составляет в этой сумме более 80%. Предстоящий год будет сложным. И у нас с вами задача в два таких мысли, в два технических положениях, в два объекта. Это первое строительство пристройки к шестой школе для ликвидации второй смены. И начало строительства тренировочного база на стадионе «Москвич» в качестве подготовки и проведения Чемпионата мира. Учреждения культуры в ноябре месяце провели 98 различных мероприятий. Театр «Камерная сцена» вошел в топ-10 лучших областных театров Подмосковья по версии регионального издания «Афиша Подмосковья». Лидеры списка – Московский губернский театр под руководством Сергея Безрукова. Областной театр юного зрителя, художественный руководитель Нонна Гришаева. За ними – Сергеево-Посадский театральный ковчег, кстати, постоянный участник фестиваля «Русская классика». Далее четвертым следует Химкинский театр «Наш дом». И пятым в списке лидеров – Лобнинский театр «Камерная сцена». Следующими в десятку вошли Московский областной театр «Кукол». Областной театр драмы и комедии в Ногинске. Наши соседи – Долгопродненский театр «Город» и Матичинский театр «Драма и комедии в фест». Замыкает список десяти – Истринский муниципальный драматический театр. Наши детские победы. В ноябре наша жительница Милана Заволокина, которая сейчас временно проживает во Вьетнаме, стала победителем финалисткой конкурса «Шоу голос Вьетнама», заняла почетное второе место. А учащаяся детская школа искусств Елизавета Заболоцкая стала участником всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица». Активно реализуются в городе молодежные спортивные и образовательные проекты, в том числе в рамках 75-летия битвы под Москвой. Накануне 5 декабря в городе торжественно пройдут легкоатлетический пробег и церемония возложения венков и цветов к братским могилам. Готовимся к 75-летию битвы за Москву, очень много будет мероприятий к фехтованию на приз главы города. Ну и на прошлой неделе мы отвезли документы, в этом году у нас 67 претендентов на стипендию губернатора Московской области. Никогда такого не было. В соответствии с поручением губернатора Московской области в ЛЦГБ продолжается работа по диспансеризации населения. 86% от плановых показателей – таково количество прошедших диспансерный осмотр. В единый день диспансеризации к этой цифре добавились еще 86 человек – 63 женщины и 23 мужчины. В том числе на ранних стадиях были выявлены заболевания сердечно-сосудистой системы – 26 человек, сахарный диабет у четверых, желудочно-кишечные тракты – четверо, заболевания мочеполовой системы – 2 человека и нервной системы – 10 человек. Вопросы вакцинации также стоят на контроле у губернатора. В ЛЦГБ дополнительно было получено 3,5 тысячи вакцин. На сегодня осталось 511 доз. Вакцина Гриппол плюс, разработана учеными из Санкт-Петербурга, не дает осложнений. Поэтому, отметила главврач ЛЦГБ, приходите на прививку. За 10 месяцев у нас родилось в городе 827 детей, но, к сожалению, умерло 841. В рамках круглосуточного стационара открыто еще два отделения. Это отделение палиативной помощи, или его называют отделение боли. В основном сюда поступают у нас больные, онкологические больные. Поэтому, если есть такая потребность для снятия боли, мы с удовольствием сейчас на новые койки принимаем всех онкологических больных. И вы знаете, у нас на Красной Поляне было третье терапевтическое отделение. Сейчас оно преобразовано в койки сестринского ухода. Поэтому также прошу социальную сферу, социальную защиту направлять больных на койки сестринского ухода. На планерке общественности были подняты острые вопросы, такие как нет кардиолога. Главврач отметила, что направленного на учебу единственного кардиолога временно в декабре будут заменять участковые терапевты. Говорили о необходимости помочь больнице с транспортом, который возит в Зеленоград пациентов, представителей ветеранских общественных организаций. По линии Минздрава мы это никогда не получим, поэтому в свое время мы получали машины санитарные за счет наказов избирателей нашим областным депутатам. Горячим вопросом стало следующее. Мы слышали о строительстве спортивных сооружений, живого фонда. А в поликлинике что-то замолчали. В чем дело? Проект разработан, получено положительное заключение. Вопрос финансированный, он решается на уровне области. Без включения государственную программу мы ее сами строить не можем, к сожалению. В качестве наказа депутатам вопрос строительства поликлиники был передан Ирине Родниной и Никите Чаплину еще в их предвыборную кампанию. Как постановочной прозвучал вопрос об отсутствии в городе службы доставки тяжелобольных в больницу и обратно домой. Пожарные в ноябре совершили 45 выездов по боевой тревоге. На пожары 15 раз выезжали в городе. Произошло 4 пожара. Горожане, получающие пенсию, единовременную выплату в размере 5000 рублей получат в январе. Обращаться к нам не нужно. Эта единовременная выплата будет осуществляться в январе тем же способом, которым получается пенсия. То есть, либо на счет в кредитном учреждении, либо доставкой по почтовым отделениям. Будет осуществляться всем пенсионерам, которые постоянно проживают на территории Российской Федерации и являются пенсионерами на 31 декабря. Те пенсионеры, которые получают военную пенсию, то есть являются пенсионерами органов МВД, значит, если они получают в пенсионном фонде страховую часть пенсии, у нас такие есть, значит, им будет выплачиваться пенсия пенсионным фондом. Пенсия будет выплачиваться, как всегда, досрочно. То есть, будут некоторые получать еще в декабре месяце, в конце, в праздничные дни, с 4 числа начнется доставка. Еще раз обращаю внимание, 5000 будут доставлены в январе. Если не вместе с пенсией, то после нее. То есть, у нас срок до 28 января. За ноябрь месяц зарегистрировано более 1000 обращений граждан в МВД. Дежурную часть МВД России по городскому округу Уловной доставлено 452 человека за совершение преступлений для иностративных и административных правонарушений. Из них 262 иностранца. В рамках оперативно-профилактических мероприятий, такой как нелегальный мигрант, значит, было составлено 20 административных протоколов за пребывание иностранных граждан и лиц безгражданства на территории СССР незаконно. Значит, 5 уголовных дел возбуждено по выявлению фактов незаконной постановки на учет иностранных граждан. В рамках оперативно-профилактических мероприятий «Алкоголь» было выявлено 20 магазинов, которые в нарушении законодательства реализовывали алкогольную продукцию, будь то без лицензии или неустановленное время. На сегодняшний день проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Лидер». Оно направлено на выявление, вовлечение несовершеннолетних в преступные сообщества или на совершение преступлений. Также 17 ноября, значит, был выявлен подпольный цех по разливу незамерзающей жидкости для стеклоомывателей. Это на территории городского округа уголовного. По данному факту, также возбуждено уголовное дело. На планерке были рассмотрены и другие вопросы. Лариса Панина, Александр Михайлов, телекомпания «Лобня». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова